Всем привет! Добро пожаловать в новое видео, если мы с вами ещё не знакомы. Меня зовут Оля, и я иммигрант. Я родом из Украины, но в 2009 году иммигрировала в Польшу. И за эти 14 лет Польша стала моим настоящим домом. Здесь моя семья, работа, дом, друзья. И сегодня я хотела бы поделиться с вами своей историей переезда в другую страну, своим опытом, теми препятствиями и сложностями, которые мне пришлось преодолеть. Конечно же, расскажу об ошибках, плюсах и минусах жизни здесь и о своём пути к мечте. Я никогда не задумывалась о переезде в другую страну до 2008 года, когда познакомилась со своим молодым человеком на тот момент, поляком, в Киеве. И уже в 2009 году мы приняли решение строить нашу совместную жизнь, но в Польше. Тогда я ещё понятия не имела, какие сложности меня ждут в чужой стране. Я не знала языка, у меня не было никого из знакомых, из друзей, никого, кто мог бы мне что-то подсказать, как-то направить. Я нигде не консультировалась, поэтому совершала огромное количество ошибок. Я потратила кучу времени, нервов и сил, а всё могло бы быть иначе. Но у меня было кое-что очень важное. И, пожалуй, самое главное — это желание быть вместе с моим любимым человеком. Если у вас есть мечта, если вы хотели бы попробовать пожить в другой стране, расширить свой кругозор, как-то резко, круто изменить свою жизнь, попробовать что-то новое, никогда не сдавайтесь, никогда не останавливайтесь. Только вы решаете, как будет выглядеть ваша жизнь, как вы её проживёте. И какие бы сложности ни случались на вашем пути, это всегда опыт, это точка роста. И только определённые этапы, которые стоит пройти на пути к своей мечте. Если вы хотели бы переехать в одну из стран Евросоюза без сложностей, я советую обратиться к миграционным юристам из компании International Expert. Они не только помогут подобрать страну и самый оптимальный процесс иммиграции конкретно для вас, но и также окажут нужное профессиональное сопровождение на каждом этапе вашего переезда. International Expert — это компания про результат. В описании к этому видео я оставлю ссылку, пройдя по которой вы можете подать заявку на бесплатную консультацию с их юристами, и они предоставят всю необходимую информацию. Действуйте, но я продолжаю свою историю. 14 лет тому назад были совершенно другие правила въезда для украинцев на территорию Евросоюза. И тогда я оказалась здесь с приглашением от моего молодого человека, которое было действительно всего лишь 90 дней. Я и знать не знала, какие документы нужно готовить для того, чтобы как-то легализоваться, для того, чтобы оформить постоянный вид на жительство или хотя бы временный. И вот так методом проб и ошибок я боролась за своё место под солнцем рядом с любимым человеком. Единственное, что я реально осознавала, это то, что я правда переезжаю жить в другую страну, и я планирую здесь остаться насовсем, поэтому мне обязательно нужно было учить польский. До этого я не знала ни слова. Я записалась на годовые курсы польского языка, и уже, в принципе, с этими документами я могла подаваться на временное проживание здесь. Также я планировала продолжать свою учёбу, потому что в 2009 году я получила степень бакалавра в Киеве, и я хотела подаваться на магистратуру здесь, в Польше. Но каково же было моё удивление, когда я узнала стоимость такого обучения. Я выбрала Краковский и Гелландский университет, и оказалось, что для меня, для негражданки Евросоюза, иностранная филология будет стоить 16 тысяч евро за два года магистратуры. Так как я осознавала, что иностранная филология — это, наверное, не совсем то, в чём я себя вижу в дальнейшей жизни, я не видела смысла тратить такие огромные деньги. Напоминаю, что это было 14 лет тому назад, это колоссальная сумма. Поэтому было принято решение, что я начну обучение с нуля в совершенно другом вузе и на другой специальности. В этот раз выбор пал на рекламу и маркетинг, и это однозначно моё. И я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что если бы я не переехала в другую страну и не вот это вот всё, я бы не оказалась там, где я нахожусь сейчас, не занималась бы любимым делом. Я не только закончила польский вуз, я ещё успела поработать по специальности в польской компании, потом завела свою деятельность, свой канал на YouTube, где я также занимаюсь рекламой. И сейчас, как ни крути, собственный бренд, даже говоря о блогерах, да, это репутация, это очень-очень много составляющих, это тоже реклама и маркетинг в социальных сетях. И вот именно на основании учёбы в вузе я получила свой первый вид на жительство на год с возможностью продления. Вы себе не представляете, сколько документов нужно было предоставить для того, чтобы его заполучить. Это перевод всех документов и временная прописка в Польше. И все выписки из банков, из польских банков, напоминаю, что всё это без знания польского языка, о своей финансовой состоятельности, о том, что я могу себя обеспечить в Польше целый год. То есть, представляете, какая это сумма проживания, питания, оплата обучения и всё-всё-всё. Да, порой даже страшно вспоминать. Мой муж работал в другом городе за 300 километров от Кракова, поэтому по возможности он, конечно же, мне помогал, но очень часто я спотыкалась на каждом шагу. И только спустя много лет я научилась всё это оформлять без ошибок. Но это, конечно, то ещё и испытание. И немножко легче именно в плане адаптации стало тогда, когда началась учёба в ВУЗе, потому что у меня начал расширяться круг общения, появились новые знакомые. И, конечно, с одной стороны, учиться на польском языке без особых знаний было как нелегко, потому что предметы были абсолютно разные. И одно дело — поговорить о погоде, а совершенно другое — оперировать сложными терминами или изучать Excel на польском. Тут в любом другом языке я попробую разберись, а на польском, которого ты не знаешь, это было очень интересно. Но благодаря тому, что я попала сразу в среду именно местных жителей и носителей языка, я очень быстро выучила язык, буквально за несколько месяцев. И было даже быстрее, чем на каких-либо курсах. Мой вам совет. Если вы планируете остаться на ПМЖ в какой-то стране, обязательно учите язык, потому что это облегчит вашу повседневную жизнь. Вы быстрее найдёте работу. И вообще знание ещё одного иностранного языка никому не помешает. Ещё один важный момент — это психологическая адаптация. Это то, что мне далось непросто, так как, ещё раз повторюсь, у меня не было ни знакомых, ни родственников, ни друзей. Для того, чтобы она прошла легче, например, если вы не учитесь, не работаете, постарайтесь найти своих в чужой стране. Сейчас есть огромное количество групп на Фейсбуке или в Телеграме. Таким образом, вы не просто отвлечётесь, проведёте как-то свой досуг, заведёте новые знакомства. Возможно, найдёте людей с такими же интересами или получите работу. Ну и также вы можете поделиться опытом с другими, получить какие-то ответы на свои вопросы, потому что иммигранты часто проходят один и тот же путь. И поверьте мне, что если бы я знала об этом раньше, наверное, мне было бы как-то проще, легче, и мне не было бы так одиноко, потому что порой мне правда хотелось выйти. И даже закрадывались мысли, что я здесь совсем одна, особенно когда муж уезжал, я даже подумывала о том, что мне хочется обратно, что мне хочется к родственникам, хочется как-то провести время со своими друзьями. Я очень сильно скучала. Тогда не были так сильно развиты соцсети, всякие WhatsApp и Телеграм, по-моему, тогда не существовал. Но я не сдалась, потому что моё желание быть любимым человеком, пусть даже в другой стране и практически в полном одиночестве, было сильнее меня. И я решила, что пока я не дам из себя, вы знаете, 100%, пока я не сделаю всё возможное, чтобы моя мечта осуществилась, пути обратно для меня нет. Следующим этапом был поиск работы. И опять же, без консультации со знающими польские законы людьми я понятия не имела, что с моим видом нажительства, которое я получила на основании обучения в ВУЗе, я не имею права работать дольше, чем три месяца. Поэтому я первое время подрабатывала, я учила детей английскому языку. Это тоже был интересный опыт, потому что я, опять же, общалась с носителями языка, у меня была своя копейка. И я очень ценю это время, потому что со многими людьми из того периода я до сих пор поддерживаю тёплые отношения. И меня как-то тепло принимали. И когда я уже получила такую основную работу, и когда я забеременела первым ребёнком, мне было сложно прощаться со своими учениками. Я как-то эмоционально была к ним очень привязана. Я безгранично ценила то, что мне иностранки доверяют, и моё знание польского языка было неидеальным. Тем не менее, меня любили дети, у них были хорошие оценки после наших дополнительных занятий. И думаю, что это то, что должно было тоже случиться в моей жизни. Я отправляла своё резюме в разные компании. Это продолжалось несколько месяцев. Я не так быстро получила работу. Опять же, из-за того, что я не очень хорошо знала польский язык. Но мне посчастливилось по какой-то случайности попасть в польскую компанию не через знакомых. Я просто везде, где могла, отправляла своё резюме. Меня пригласили на собеседование. И тогда я сказала, что я украинка, но я не уточнила, что я могу работать только 3 месяца, так как я являюсь студенткой в Польше. Когда я хорошо себя проявила, прошёл вот этот срок, мне предложили уже постоянные контракты. Я сказала, что вот такая сложность. Я очень сильно старалась. Я готова была быть ассистентом-ассистентом. Я держалась зубами за своё место. Я выполняла любые задания, любую работу, которую мне давали, даже ту, которая не входила в мои обязанности для того, чтобы доказать, что я достойна этого места, что я ценный работник. И руководство компании это видело, они это ценили. И поэтому я очень сильно им благодарна, что они помогли мне заполучить вот это разрешение на работу. Сам процесс занял около полугода. И я могу без какой-то лишней скромности сказать, что я по-настоящему боролась за своё место, потому что для меня очень важным был опыт. Не бойтесь любой работы. Всегда с чего-то нужно начинать. И я знала, что когда я получу вот это разрешение на работу, когда я смогу остаться в компании, я смогу продвинуться по карьерной лестнице, потому что у меня неплохо получалось. И, собственно говоря, так и произошло. Компания помогла мне заполучить разрешение на работу дольше, чем на три месяца. И уже на основании договора в этой компании я получила и очередной вид нажительства и уже на целых три года. На тот момент я начала задумываться о постоянном виде нажительства. Но есть один очень важный момент, к которому жизнь меня не готовила. Это то, что для получения постоянного вида нажительства в Польше вам необходимо здесь жить пять лет. Но если вы являетесь студентом, то вот, например, учитесь пять лет, для постоянного вида нажительства вам засчитывается только половина, соответственно, два с половиной года. И всё время, пока я училась, вот этот срок считался мне только половинкой. И получается, полный отчёт начался с того момента, когда я начала свою работу, официальную работу в польской компании. Прошло четыре с половиной года, и мы с мужем решили расписаться. Мы не спешили с этим, были разные жизненные обстоятельства, было не до этого. Ну как-то, не знаю, не было вопроса на повестке дня, и я даже не хотела оформлять брак ради легализации своего пребывания. Я вот хотела, знаете, сама. И, конечно же, можно говорить, что ты приехала в другую страну, у тебя там молодой человек, поляк. Да, несомненно, он мне помог, и он был главным поводом того, что я оказалась здесь. Но он меня не устраивал на работу, он не учился за меня, он поддерживал меня, он где-то там помогал заполнять какие-то документы. Но, поверьте мне, если вы сами не постараетесь ради того, что нужно конкретно вам, никто вам не поможет. Очень важно желание, вот этот внутренний стержень и стремление к намеченной цели. Если вы думаете, что оформление брака иностранца с поляком это быстро и просто, то вы ошибаетесь. Об этом я тоже не знала. Оказалось, что из-за разницы в госструктурах в Польше и в Украине нам пришлось подавать сначала запрос в украинскую полицию, которая должна была подтвердить, что я не замужем в Украине. Дальше с этими бумагами мы отправились к переводчику. Все переводы должны быть нотариально заверены. Это тоже деньги, это тоже время. И потом ты идешь в суд для того, чтобы польский суд доказал, что, да, документы правдивые, да, и действительно не замужем в Украине. Звучит, конечно, бредово, но это действительно настоящий судовой процесс со свидетелями, с судьей, небыстрый. Если вы не владеете польским языком, то приглашается еще и переводчик. И проходит еще какое-то время, вам выдают документы из суда, и потом вы уже подаетесь на регистрацию брака. Прошло еще какое-то время, мы таким расписались. Если вы думаете, что на этом история заканчивается хэппи-эндом, и я получаю свой постоянный вид на жительство, то вы, конечно же, ошибаетесь, потому что впереди было еще очень много всего интересного. Так как я спустя какое-то время у меня заканчивалось вид на жительство, я решила подаваться на новый уже на основании брака с поляком. И каково же было мое удивление, что, имея уже одного ребенка, к нам нагрянула граничная служба, пограничники с проверкой на фиктивность брака или неэффективность. То есть нас закрывали в отдельных комнатах и допрашивали, например, что муж там любит есть на завтрак или где у вас дома полотенце. Наш старший сын, тогда у нас был один ребенок, он, конечно, был изрядно удивлен, потому что это были люди в форме в 9 часов утра в субботу. Ты совсем этого не ожидаешь. Я, по-моему, была тогда еще в положении со вторым. Прошло очень много времени, и я точно не помню, как это все выглядело по срокам, но это точно имело место в нашей жизни. И сейчас, конечно, забавно это все вспоминать. И потом, после этого, это еще не конец, нас вызвали на допрос в такую небольшую комнату голубую в специальном учреждении для иностранцев, где опять же нас допрашивали. Спустя сколько-то там лет у нас, по-моему, было уже двое детей. Сначала меня допрашивали, а потом мужа. И были вопросы в стиле, сколько было людей на свадьбе. Прошло уже там, не знаю, три года что ли или больше. И я сказала, приблизительно муж начал выписывать каждого гостя. Тоже были вопросы, почему вы поженились. Ну, я сказала, мы долго были вместе, там уже я была в положении. И, в принципе, куда уже было тянуть, мы давно это планировали. А муж сказал, по любви. Ну, то есть, были какие-то несостыковки в наших ответах. Но, тем не менее, человек, который ведёт твоё дело в госучреждении, он тебя знает, он смотрит, где ты был прописан, где ты работал, ну, где-то там, когда вы поженились, указан ли поляк в качестве отца, ребёнка. Ну, в общем, тоже так поулыбались. И таких допросов у нас, наверное, было три. Ну, на третьем нам уже сказали, вот сто лет вместе, уже хватит, мы вам верим. Вот. И тогда я получила свой заветный вид на жительство на 10 лет с возможностью продления. Но у вас наверняка назрел вопрос, почему же я не поддаюсь на польское гражданство. Я уже имею на это полное право какое-то время. Но, вы знаете, есть столько нюансов, и я не говорю о сегодняшней ситуации. Я думала об этом какое-то время тому, назад я проконсультировалась с украинским юристом, что будет, если я откажусь от украинского гражданства. И я решила отложить этот момент, потому что по факту я имею те же права, что и поляк, как мне казалось, помимо того, что я не имею права голосовать. Сейчас в Украине, насколько я знаю, не разрешено двойное гражданство от украинского гражданства. Я не хочу отказываться отказываться по ряду причин и не спешу получать польское. И я также намерена обратиться к International Expert для того, чтобы рассмотреть разные варианты. И если, возможно, будет двойное гражданство, то так будет удобнее. Но пока что у меня такой цели нет. Это всегда лучше проконсультироваться, получить как можно больше информации, чем потом жалеть о каких-то решениях. Едем дальше. Следующий этап это покупка совместной недвижимости. Мы хотели купить дом, но, опять же, ни с какими юристами я не разговаривала. И каково же было моё удивление, что со временным видом нажительства я могу купить квартиру. Но что касается постоянного вида нажительства, даже если он у тебя на руках, ты не можешь купить дом с землёй. Даже если ты в браке с поляком, если у тебя свежий постоянный вид нажительства, тебе нужно получить его, жить здесь 4 года на ПМЖ, и только потом в браке с поляком или полькой ты можешь купить землю, там, участок или же дом с участком. Всё это меняется. Пожалуйста, узнавайте актуальную информацию у юристов, потому что есть так много каких-то нюансов, о которых ты не знаешь, потому что ты не юрист, ты в этом не разбираешься. И потом, когда уже ты выбрал дом и всё, и оказывается, что ты не можешь его купить по каким-то причинам, это обидно, это вносит свои коррективы, ты тратишь много времени, сил, нервов и порой даже денег. И, в общем, всё сложилось, но мы переоформляли дом уже спустя какое-то время. Вот так дела обстоят даже с постоянным видом нажительства. У меня, кстати, есть достаточное количество знакомых, которые столкнулись с такой же проблемой, и нам пришлось пройти несколько очень дорогостоящих юристов для того, чтобы всё оформить так, как надо. Стоила ли моя мечта просто быть рядом с другим человеком всех этих сложностей, этапов и процессов? Однозначно да. И так как я сказала, если бы не всё это, я бы тоже не вела бы свой канал на YouTube, в частности, и о жизни в Польше, в другой стране. И я бы не открыла своё дело. Кстати, имея постоянный вид на жительство и, насколько я знаю, даже временный, можно открыть частную компанию и спокойно работать, платить налоги. Переезд и все вот эти этапы очень сильно меня изменили. Переезд в другую страну не только вырвал меня из родительского семейного гнезда, он заставил меня повзрослеть. Это абсолютно точно закалило мой характер и сформировало как личность. И, конечно, вот мой переезд со всеми приключениями тоже доказал мне то, что даже то, что кажется тебе невозможным, неосуществимым, при огромном желании и старании реализуемо. И при том, что я не знала языка, у меня не было знакомых, не просто знакомых, ни в госструктурах, я ни разу никому не давала никаких взяток. Я просто делала всё по закону, совершая свои ошибки, но, тем не менее, мне не нужно было искать кого-то. И это, кстати, то, что мне очень нравится в Польше. Давайте поговорим о плюсах и минусах жизни в Польше. Достаточно коротко и ёмко. В целом, мне нравится жизнь здесь. Здесь очень много чего сделано для людей. По сравнению с другими странами в Евросоюзе здесь ещё не такие убийственные налоги, они выше, чем в Украине, но они не неподъёмные. Здесь также есть возможность взять кредит на выгодных условиях, да, пусть на много лет, но, тем не менее, очень многие пользуются этой возможностью. Здесь реально получить работу без знакомств, без взяток, связей каких-то и так далее. Я тому пример. Также мне нравится то, что здесь существует такой, знаете, средний класс, который может себе позволить отдых с семьёй, ну, хотя бы там один-два раза в год. Здесь очень много всего бесплатного для детей, для семей, потому что организовываются какие-то праздники, какие-то мероприятия, представления и так далее. Этим занимаются местные власти. Здесь большое количество каких-то пешеходных дорожек или велосипедных. Здесь большое количество трасс для прогулок на свежем воздухе. Мы живем в Кракове. И да, в Кракове не очень хорошая погода. Здесь часто прохладно и часто идёт дождь. Сюда это один из таких небольших минусов, которые, может, хотелось бы чуть-чуть изменить, но ничего страшного. Это тоже можно пережить и с этим можно смириться, как-то свыкнуться. Здесь есть возможность нормально зарабатывать, чтобы чувствовать себя комфортно. Да, возможно, средний доход в Польше ниже, чем в других странах Евросоюза, но здесь и аренда жилья стоит меньше, коммунальные услуги, продукты и так далее. То, что мне нравится здесь, это продукты питания. Здесь не такие заоблачные цены на какие-то эко-продукты или, например, на мясо или яйца. Не из какой-то фермы, знаете, где курей там кормят антибиотиками. Это касается и овощей, и фруктов, и всего остального. Я знаю, что, например, там в Италии или в Германии это стоит в разы дороже. Также существуют магазины, где можно недорого закупиться. Это даже Бедронка, Лидл, и там продукты тоже вкусные. Не все, но выборочно тоже можно что-то приобрести и самому приготовить или сходить в рестораны. В последнее время в ресторанах стало достаточно дорого и также отдых в Польше именно очень дорого стоит, приблизительно столько же, сколько в Италии, особенно в разгар туристического сезона. Так как у нас дети-школьники, я также хотела бы сказать о частной школе. Она здесь стоит не так дорого, как, например, в Украине. Мы платим около 500 долларов за одного ребенка в месяц. И я много показывала и рассказывала, как это выглядит. У них британская программа, у них английский каждый день, очень много дополнительных предметов. И это цена уже с питанием, с кружками, с бассейном, с театром и, конечно же, с основной школьной программой. Помимо этого у них куча представлений, куча каких-то мероприятий, где дети тоже развиваются. и как-то проявляют свои таланты. В общем, частной школой мы довольны. И, как видите, это тоже не какая-то неподъемная ножа. То, что меня доводит до безумия в Польше, это медицинская страховка, точнее, социальная страховка, которую ты обязан платить ежемесячно. Если ты официально работаешь, то эти расходы покрывает компания. если у тебя собственный бизнес, то, пожалуйста, выбирай удобную форму налогообложения. Этим занимается мой бухгалтер, я в это не вникаю, к счастью. Но, например, в моем случае, даже если я не могу работать по какой-то причине, заболел ребенок, или я себя плохо чувствую, у меня нет времени, что-то более важное семейное произошло, все равно будь добр, пожалуйста. и у меня такой расход составляет около 400-500 долларов, вне зависимости от того, сколько я могла работать в тот или иной период. Но, когда ты хочешь попасть по срочному к врачу, особенно к дерматологу, к педиатру, к окулисту и далее по списку, забудь, это практически нереально. Если у тебя воспаление глаза, то ты можешь ждать в очереди даже несколько месяцев, и такая же проблема существует в очень многих европейских странах. Я знаю, что можно купить частную медицинскую страховку, но когда ты платишь немаленькую сумму каждый месяц, ты должен ждать, ну это так себе ситуация. У нас была и частная страховка, но зачастую в частных клиниках специалисты сильно так себе, и мне не очень понравилось, поэтому просто уже частным образом обращаемся к проверенным специалистам, если есть такая необходимость. конечно тебе не дадут умереть, если что-то серьезное произойдет, там не дай бог сердечный приступ, или что-то ну такое прям знаете, что нужно спасать жизнь, тебя спасут. Если у ребенка просто высокая температура, скажем, 41, скорая не приедет. Это не смертельный случай, пожалуйста, собирайте чемоданы и едьте на скорую. Но опять же, на скорую есть такая определенная градация срочности оказание помощи. Если у вас открытый перелом или, не знаю, вы рассекли себе бровь или еще что-то, какой-то порез, но вы не умираете, пожалуйста, ждите в очереди 5-6 часов и никто не будет спешить вам хотя бы что-то продезинфицировать. И тем более наложить гипс, если у вас закрытый перелом. Мы это проходили с детьми, у нас поломанные руки, ноги и сотрясение было и так далее. Сидишь в очереди и ждешь. И, например, здесь нет клиники частной, куда ты можешь поехать, где тебе сделают. Но рентген еще можно найти, и то только с направлением от семейного врача, но гипс тебе наложат только в государственной клинике, и у тебя нет выхода, тебе просто нужно ехать на вот эту скорую, в которой сидят все. И с порезами, и с переломами, и с ушибами. Но хорошая новость состоит в том, что, например, если у вас действительно какая-то сложная, дорогостоящая операция, вам нужно сменить тазобедренный сустав, это сделают бесплатно. Просто, опять же, нужно ждать в очереди. В зависимости от сложности вашего случая вам сделают или быстрее, или придется ждать несколько лет. Когда я рожала в государственных клиниках дважды, у меня было просто изумительное медицинское обслуживание. Просто суперпитание, я всем довольна. Сейчас эту клинику еще отремонтировали. И после того, как я родила детей, мой муж хотел как-то отблагодарить медсестер, потому что они помогали из лактации. Ну, совсем просто настолько душевные, приятные люди. И они сказали, вы что, никаких денег нет, у нас не принято, нельзя. И муж принес цветы, кофе, какое-то печенье, конфеты, знаете, просто по-человечески хотел сказать спасибо, что меня вот так поддерживали и помогали мне. И они долго отнекивались, и это единственное, на что они согласились. Никогда, нигде, никому в медицинских госучреждениях я не давала никаких взяток. Вот. Такое видео, вот такой мой путь, такой мой опыт. Возможно, он у вас другой, у вас другие впечатления, но я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить палец вверх, и пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро. пока-пока.